Всем привет, друзья и гости канала! Мы продолжаем с вами играть в Фермерс Симулятор. И у нас сегодня будет такая навозная серия, компостная серия. Мы с вами попробуем все-таки добиться от компостной нашей установки, компоста, собственно говоря, и попытаемся этим компостом что-нибудь доудобрить. Ну, я сейчас посмотрим. Кажется, у нас вот это вот поле неудобренное. Если это пшеничка, да, у нас здесь, если она удобрена, то следующее поле так точно уж неудобренное. Вон то, небольшое. Так, ну тут непонятно, не совсем понятно, удобренное или нет. Нет, непонятно, не ясно. Так, ладно. Будем считать, что это неудобренное. По крайней мере, мы сыпанем и увидим тогда, там появилось что-нибудь, не появилось. В любом случае, нужно узнать. Так, погнали. В общем, нам нужно с вами, вы помните, да, мы туда засыпали солому. Нам нужно перевезти траву. Солома и трава, получается, компост. Так, травка у нас находится на ферме. Коровкам нашим ничего совершенно не нужно, мы видим, что все есть у них. Поэтому можем смело заниматься своими делами, что называется. Ну и плюс ко всему же у нас продается, продолжает продаваться силос. Уже там 160 тысяч накапывало. Мы немножко позже с вами включим HUD. Сейчас вот так вот. Хардкор. Настоящий хардкор, да. Хардкор не в том, да, чтобы... Играть на хардкорном режиме. Имеется в виду на том режиме, где все очень дешево продается. Много работы, а в том, чтобы глазами тракториста смотреть. У него-то худа нет. Худа или интерфейса. Так, ну давайте мы как-то вот так вот заедем, не? Так, хорошо. Сыпем. Вот, ну я думаю, что... Ну сколько? Да давайте, наверное, полный, да, у нас смотрите. 240 тонн. 240 кубов. Пускай полный засыпается. 40 тонн привезем и посмотрим, что у нас там. Бандит 750. Я как-то и не видал. Это, скорее всего, тот разработчик, да, который сделал этот прицеп. Бандит. Вот, посмотрим, сколько у нас там соломы, сколько там всего. И вот он у нас прицепчик, который, я так думаю, я надеюсь, что будет работать с компостной нашей массой. Ну и, собственно говоря, попробуем, что же это такое. Потому что, ну действительно, я посмотрел, у нас на силосной базе навоз очень быстро заканчивается, этот жидкий. Его там немного, всего 80 тонн в каждой яме. И, конечно же, на, даже на среднее поле нам его не хватит. Ждать, когда созреет новый силос и ждать, пока он продастся и появится у нас навоз, но это просто несерьезно. 160 тонн, это так. Это 5 раз съездить туда-сюда, вылить и все. 5 раз, это если нашим большим, помните, да, мы с вами работали. IT-Runner. Там была большая бочка и плюс ко всему же у нас была бочка, которая ставилась на поле. Мы ее набирали и потом к этой бочке подъезжал трактор и работал с навозом. А Ман у нас возил этот самый навоз. Ну, вы все это видели. Сейчас вот интересно узнаем, как же здесь у нас будут обстоять дела. Да, и мне в комментариях сказали, что элементарно пишется курс для Костика, для продажи молока, но я так думаю, что и тогда и для забора компоста тоже он должен элементарно писаться. То есть без прицепа. Там проблема в чем, что при сдавании назад прицеп выворачивается куда сам захочет. Но если без прицепа писать, то вроде бы как все получается. То есть Костик сам разбирается, куда этот прицеп должен ехать, и он едет туда. Ну, занятно. Я еще не пробовал, действительно. Попробуем обязательно. И узнаем тогда с вами, насколько это все реально. Так, ну а сейчас просто вот выгружаем. Так, что у нас там? 180 тысяч уже нарисовалось. Ну и... Собственно говоря... А вот зачем вот эта вот интересная штука, да? Так, а с этой стороны у нас что-то есть? Нет ничего? Непонятно. Так, в общем, давайте смотреть. Что у нас нарисовано здесь? Сколько всего есть? Сколько всего нужно еще подвезти, чтобы заполучить необходимое? Навоз. 39 тонн. Да, компостер. Компост. 12. Так, ну я так подозреваю, что нам нужна еще солома сюда. Соломы, опять же, у нас тоже вагон целый. Мы навозили, как, ну не знаю, как на какой-то апокалипсис у нас всего с вами есть. Сгоняем сейчас. Привезем соломы. Как раз, я думаю, к тому времени насобирается бочка для жидкого навоза. Мы отправим Костика, чтобы он работал с навозом. Удобрял поле. Потому что, ну, мне уже надоело поля собирать без навоза. То есть, с одним всего-навсего урожаем. С половиной урожая. Теоретически возможного, так скажем. Поэтому нужно с этим что-то решать, да? Действительно. Извините. И поэтому мы с вами и решим. Кстати, вот на этом поле у нас клевер. Посеян на нашем большом. Ну, клевер, конечно же, я удобрять не буду. Хотя, вопрос интересный. Повысится ли урожайность клевера, если его удобрить. Но, опять же, это мы будем делать на экспериментальном поле на нашем. На том, на котором Штефья огурцы пыталась садить, да потом забросила. Все это дело некогда, короче говоря. Так, подъезжаем, сыпем. Примерно одинаково, да, у нас получается, что трава, что солома. Как-то так насобиралась. Так, есть контакт. Погнали. Кстати, сюда вот бы забежать, взглянуть, что тут у нас. Тут у нас всего хватает, да? 76, 75, 56, соломы. Вот соломы чуть-чуть нужно будет, но это потом. Это будет потом, в начале эксперименты. Потом у нас будут уже такие вот рутинные работы, так скажем. Ну, и я вижу, что нам, если все получится с этим компостом, то придется, конечно же, покупать, наверное, или брать в аренду опять навозный прицеп. Получше того, который у нас есть, там, 10-ти тоник он или 15-ти. Ну, это там, мы с вами видали, что буквально мы заряжаем его, заполняем, и через 5 секунд он пустой уже. Мы на топливы, наверное, больше с вами истратим, чем пользы получим от того навоза. И от времени, потраченного на унавоживание. 187. Ну, да, да, видим, что двумя тракторами, конечно же, продавать сподручнее значительно, чем одним. У нас бы уже было вдвое больше денег. И мы обязательно купим с вами, но... Да, кстати, опять же, в комментариях было сказано, зачем покупать, зачем брать в аренду Штейр, если за те деньги, примерно, да, там, можно купить простенький погрузчик. И уже он навсегда останется, его не придется возвращать. Это мысль, конечно же, интересная, занятная. Но тот мелкий погрузчик, он настолько мелкий, настолько я с ним... Ну, нельзя сказать, что намучился, потому что косик-то работает все равно. А не я. Но он так медленно все делает, что, не знаю, даже... По-моему, лучше арендовать хорошую технику, чем мучиться с какой-нибудь начального уровня. Так, есть контакт. Ну что, теперь у нас, по идее, есть навоз. Этот навоз можно загрузить в этот прицеп, но выбросить из этого прицепа его будет нельзя, поэтому... И потом, куда его вообще девать, да? Ну, может быть, продать его где-то здесь можно. Вот у нас, смотрите, сколько всего покупается. Но рисковать я не хочу, поэтому я поеду сейчас к магазину. И мы возьмем с вами какой-нибудь... Может, давайте на мелком попробуем, а? Потому что мы сейчас наарендуем с вами, наберем всего, и оно, шик, получится. Давайте проверим на мелком. Вот. И если здесь хороший выход, скажем, да, вот мы два прицепа полных привезли, 80 тонн, если навоза хотя бы 80 тонн получится, это уже будет что-то. Конечно же, жалко, с одной стороны, да, переводить хорошую траву, которую с трудом собираешь тут на лугах, на навоз, но... все-таки получится потом двойной урожай. Выгодно, короче говоря. Так. Где-то приостановимся. А здесь у нас такая несанкционированная получилась стоянка транспорта. так. Тайм. Здесь у нас чуток навоза есть. Давайте этот заберем сейчас просто по пути, высыпем и узнаем, там, если навоз на этом поле нет. Но я так подозреваю, что все-таки нет. Такой специфический такой звук наполняется, да? И мы видим, что 6800. Это я даже лишку сказал, что у нас там 15 тонн в этом прицепе. 6 тонн всего-навсего. Ну, 6 тонн, я вам скажу, это даже на огород. Обыкновенный сельский огород не хватит. 6 тонн. Селени бы просто засмеяли, если бы вот столько им привезли этого навоза. На огородик Штефи может быть оно и ничего, так бы, да и то, не хватило бы. Так, ну ладно, нам сейчас главное проверить. Ну, да, этот же навоз разбрасывается сверху и скорее всего толку не будет. Да? Или будет таки? Ладно, доедем до конца, сейчас узнаем. посмотрим поближе, изменилась ли текстура земли или просто сверху у нас будет навоз лежать и все. Я где-то помню, кажется, какой-то был нюанс с этим навозом. То ли с этим, то ли с компостом. Где-то кто-то мне говорил в комментариях, что ты вначале удобряй, потом перепахивай, только после этого будет ток. а не наоборот. Так, ну, в общем-то, как-то да неплохо, я не знаю, да? Скорее всего, у нас просто был неполный прицеп. Смотрите, один проезд. Круто. мы с вами сделали один проезд и удобрили. Так, ну, давайте мы взглянем. Чтобы я так понял. Темнее оно стало, не темнее. Кто его знает, друзья? Я просто... Ну, кажется, темнее, да. Вот он, смотрите, вот если здесь, вот в эту прореху смотреть, в эту и вот здесь вот сравнивать, то, кажется, темнее, да. Такой плотной кучей лежит этот навоз рыжий, что непонятно. Ладно. Досыпаем тут чуток. Чуток досыпаем, потом с той стороны тоже немножко там, где у нас прореха осталась. Тоже досыпем и у нас будет, возможно, удобренное поле. Ну, кажется, да, темнее. Вон там, где мы видим, где сыпется навоз, там, вот перед тем, как он туда попадает уже, видим, что вроде бы как темнеет, да. Так, хорошо. На полтора, на полтора прохода у нас хватает одного прицепа. В принципе, если Костика запрячь и на вот это вот поле, то ладно, еще как-то более-менее, думаю, что он справится через какое-то время. Да, но вообще-то нужно побольше. Прицепчик посерьезнее, посолиднее. Так, ну и вот он, момент истины. Здесь вот то же самое, нужно будет Костику рисовать курс без прицепа пытаться как-то. Может, вот это вот, для этого сделано, Чтоб сюда заезжать. Да, сыпется компост. Прямо так и написано, смотрите. И совсем у нас другой цвет. И вот как раз сейчас мы увидим, пройдет ли у нас номер с этим компостом. Если с навозом под вопросом, прошел он или нет, скорее всего, прошел, да, то вот на компосте мы увидим разницу между навозом, компостом и неудобренным полем. И тогда будем наверняка уже знать. Поэтому давайте мы где-то здесь же и сыпанем, где у нас тут навоз с разбросом. вот как-то так. Так, по этому поводу я даже думаю, может, GPS включить. Я уже так давно им не пользовался, что все забыл, буквально. так, ну примерно, да, пускай будет так. Смещение у нас по нулям. Так, установка курса. Ага, вот оно, вот оно, наше смещение. Пускай будет у нас с забрызгиванием немножко на ту сторону, где у нас уже удобрено. Ну и, собственно говоря, погнали. Ооо, вы только на это взгляните. Так, хватит. Я думаю, что для того, чтобы оценить масштабы, нам этого будет достаточно. Да, вот, вот, навозом удобрено. Смотрите, вот он, контраст. Ну как? Я не знаю, вам видно или нет, но я вижу, что темнее. То есть, навозом удобряется. А теперь вопрос. А вот этим, кажется, нет. Здесь вот, что называется, кашу маслом не испортишь, да? Ну, кто его, друзья? Непонятно. Навозом все, все ясно. навозом все получается. А вот здесь вот такого темного цвета, что я никак не могу понять, что же здесь удобрено компостом или нет. Кажется, все-таки темнее. так, ладно. Я думаю, что, смотрите, если вдруг у нас не удобрилось, я думаю, что он будет лежать, этот компост, и мы его в следующий раз, когда уберем урожай, то, вероятно, мы его запашем. и на второй раз нам его хватит. Ну, то есть, если сейчас мы не удобряем, а просто так катаемся. Поэтому продолжаем. Продолжаем его сыпать, но, по крайней мере, вот такого черного цвета это уже точно не спутаешь, что ты сюда его внес. Рыжий тоже, конечно же, видно, но не так, да, вот, по сравнению с неудобренной частью пуля, но черный. Да. Так, ладно. Мы увидели с вами, что солома плюс трава равняется компосту. Компоста там, будем надеяться, что много. Узнали, сколько у нас хватает для одного проезда. Шесть, ну, где-то около там четырех тонн, да, шесть получается на полтора проезда. Ну, и, собственно говоря, озаботимся тогда арендой или покупкой, посмотрим, что там почем. Да, давайте прямо сейчас туда и отправимся. Вот, я бы отправил Костика сейчас, но Костику нужен курс. Четкое указание, что делать. Сейчас он, к сожалению, вряд ли разберется. Так, нам нужны с вами цистерны, грузовые прицепы, селки, вилки, навозоразбрасыватели. Вот, что нам с вами нужно. у нас у нас вот такое вода. 15 литров, 32, вот, это уже лучше, но 220 лошадок нужно для того, чтобы таскать. 220, это, кажется, наш максимальное, наш ламборджини сможет. фармтех 24, но это IT-раннер тот, да, вот у нас колесную базу к нему нужно. Вот это мне нравится. Вот это в принципе тоже, но всего-навсего 24, 15, да, а здесь ширина тоже 15, но 32. Так, а если мы взглянем вот здесь, вот я тоже знаю, кажется, у нас что-то должно было появиться, а, ну у нас Урсус 150 лошадок 19 500, ну в общем-то может быть даже это неплохо, потому что он, смотрите, не такой дорогой и 20 тонн для перевозки собранного урожая, здесь написано. Разбрасывает ли он? Хоть это и в навозо-разбрасывателях, но что-то я тут не вижу, ну не знаю. Будем надеяться на то, что оно работает и сработает. Так, ну и вот у нас есть такая вот, смотрите, штука, менгель какой-то, да, это для травки 25 литров, 25 тысяч литров. Так, ну и плюс трактора, вот я установил такой вот мод, John Deere, 222 тысячи и 250 лошадок. Тоже мы с вами попробуем, скорее всего. Вот, кстати, мы вообще скоро можем купить, но, опять же, я буду собирать на крон. Я хочу крон и не хочу больше его арендовать. Никакой аренды крона, по крайней мере. Пускай там другую технику мы, может быть, и будем с вами арендовать, но только не крон. Так, скриншот на память. Как мы удобряли компостом, это будет называться, где-то там на стеночке Штефь их сцепляет, все эти скриншоты, которые мы делаем. Этапы развития нашего сельского хозяйства, нашей фермы. Так, ну вот оно, да, там еще по той стороне чуток проедемся. Ну что же, я, наверное, все-таки попытаюсь организовать костика для компоста. Пускай он катается, плюс ко всему же у нас там на силосной базе тоже навоз появился жидкий, с другой стороны поля мы покатаемся с вами. Но это будет уже все в следующей части. Я буду на этом с вами прощаться, всем удачи и пока!